Как будут учиться дети с 1 сентября? В очном или дистанционном режиме? Готовы ли образовательные организации к приему учеников? Что изменится в школьной жизни детей? Как с учетом требований эпидемиологов будет организовано питание ребят? На эти и многие другие вопросы представители родительских комитетов получили ответы на местах. Наряду с представителями различных ведомств, проверяющих готовность учреждения образования к учебному году, на этот раз в школы пригласили и родителей. Такая родительская приемка состоялась в Заречном впервые. В ходе визитов мамы и папы могут своими глазами увидеть, что сделано в школах для обеспечения безопасности и сохранения здоровья детей, познакомиться с новшествами в организации учебного процесса. Первой своей двери для посетителей распахнула 226-я школа. Родителям хочу показать, какие мероприятия проведены, какими средствами, пусть воочию увидят, школа обрабатывалась, и будет еще обработана, будет и генеральная уборка, и текущий уборк, какие будут особенности, начиная с сентября месяца. Термометрия, стационарные санитайзеры, распределение потоков детей и новый график приема пищи. Это далеко не полный список новшеств, которые вводятся в каждой Зареченской школе. Одно из главных изменений 2020 года – это отмена кабинетной системы обучения для учащихся 5-11 классов. Изменения коснутся в том, что каждый класс будет, так же, как и в начальной школе, у них свой кабинет, они будут заниматься в каждой своем кабинете. И на уроке музыка, ИЗО, английский язык, они будут тоже заниматься в своих кабинетах. Такие изменения коснутся и основной старшей школы. Если была кабинетная система, то теперь они будут заниматься в своем классном кабинете, который за ним закреплен. В 225-й школе свои организационные особенности. В этой образовательной организации три корпуса. Начальные классы размещаются в отдельном здании. Кроме того, в школе функционируют классы для детей, которым необходимо медицинское сопровождение. Родителям учеников разъяснили, как младшеклассники будут попадать в свой корпус. Ответили и на вопрос, останутся ли в школе медработники и продолжатся ли специальные оздоровительные занятия для детей. Помещение школы, наличие медицинской лицензии в образовательной деятельности, наличие штатных медицинских сотрудников позволяет нам с 1 сентября осуществлять не только обучение, но и медицинское сопровождение и оздоровительные мероприятия для наших участников в полном объеме. Все оборудование школы готово к началу учебного года. Осталось дождаться детей и начать учебный год с 1 сентября с торжественной линейки. Официального подтверждения распространяющейся в интернете информации о дистанционном обучении в сентябре нет. Немногим более двух недель осталось до того момента, когда после долгого перерыва во всех школах города прозвенит первый звонок. Коридоры и классы наполнят детский смех. А учителя наконец-то увидят своих учеников не через компьютерные мониторы или экраны гаджетов. Этого момента ждут и ребята, и родители, и, конечно, педагоги. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».